Крупная сумма лишилась Саровчанка на этой неделе. Действовали преступники как опытные психологи. Женщина поверила, что они помогут вернуть ей деньги, которые она выиграла на электронной бирже. Но до этого момента не могла вывести систему торгов. Граждане представились сотрудниками страховой компании и предложили свою помощь в выводе этих денежных средств. Для этого ей необходимо было установить определенное программное обеспечение на свой компьютер. По их указаниям гражданка сделала, выполнила все команды, сообщила все, как обычные смс-коды, приходящие ей на телефон. Мошенники уверили свою жертву в том, что необходимо снять в банке ограничения на перевод денег на карту, чтобы можно было вернуть ей все деньги разом. Гражданка позвонила в банк и поинтересовалась, почему не установлен лимит якобы перечислений ей на карту. И ей в банке сообщили, что у нее идет снятие, а не перечисление денежных средств. И пять транзакций не прошли, их заблокировать успели сотрудники банка. В результате женщина лишилась почти 300 тысяч рублей. А сотрудники полиции теперь приложат все силы к поиску виртуальных мошенников. Придется им искать и домушников, которые воспользовались забывчивостью ребенка и проникли в чужое жилье. Ребенок ушел гулять и не закрыл дверь на ключ. Из квартиры похитил денежные средства 20 тысяч рублей и ТВ-приставку. Сотрудники полиции по данному факту возбудили дела о краже. И когда преступники будут найдены, им грозит тюремный срок до 6 лет. Кирилл Востенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей СРО-24.